ну конечно понимаете положение в целом очень тяжелый главная его тяжесть моей точки зрения состоит в том что мы впервые опять за столетия объединили запад против себя и я не убежден что такие сильные для нас союзники там китай и индия и все остальное не очень не в это верится запад последний раз выступал против нас объединенно в силу это крымская война с тех пор мы так или иначе все-таки его делили либо это было вот это война первая мировая в которой мы были вместе с англией франции соединенными штатами как бы до антанта либо это была вторая мировая где мы опять таки были фактически но с англией америка там и так далее вместе вот такое единство очень гнилого дохлого капризного ничего не желающего делать запад запада перед лицом того что он хочет любой ценой надавить на россию очень опасно потому что россия просто слабо она вот находится в том положении в котором она не находилась никогда и вот я еще раз здесь в конце хочу ваш обратить внимание на то что в сущности произошло я уже говорил об этом и сейчас этим хочу закончить потому что это не представляет с далеких времен с андроповских было сказано что мы идем на запад мы идем к слиянию западной цивилизации значит мы не шли на запад не долгое время сталинизма ну с добавками хрущевских вещей да это мирная разрядка мирное существование при комментарии мы естественно хотели войти туда любой ценой и вот на этом вот всем участке более или менее мы входили вот это был советский кусок периода советский период вхождение западную цивилизацию в зц а потом пошел открытый постсоветский период в зц потому что мы рвемся на запад только все остальное считаете производным сбрасывание окраин там за кавказе там средней азии все что угодно все под это все в эту копилку про все говорилось просто мы все равно остаемся самой большой страной европейского мира у нас ядерное оружие как только мы объединяемся с европой американцы выкатиться оттуда это помощник коля говорю девяносто ромка в конце девяносто рок мы вышвырнем их вышло как только признение произойдет а советник буша говорил может быть они попробуют это сделать но будет ядерная война в европе то есть цена вопроса была огромна и совершенно ясно что и большевики хотели некого объединения потому что никто не думал что будет такой надрыв как пятилетки индустриализации да все хотели чтобы рабочий класс запада помог нам своей индустрии а мы помогли ему своим хлебушком и на льготных вас может возможностях при поддержке россии понятно да и потом вдруг они понимают социализм в одной стране и понимают что им нужно вот так все гайки завертить что это тоталитарное государство что-то выжимание досуха всего что есть у людей и это вот такой титанический труд на построение вот этой индустрии короче говоря все это вот так рвалось рвалось сюда и непрерывно вот вы не понимаете гениальность нашего плана вот вы наверное хотите от советский союз ну понятно у вас фамилия с окончанием наян вам хочется так сказать больше политически порезвиться к изгоду моля и вас мне ничего не хочется просто никакого объединения не будет нет вы не понимаете уже решено все схвачены и так далее понадобилось 2005-2025 лет чтобы очень высокая должностное лицо сказала европа не суверенна 25 лет да что вы да что вы такое говорите да какой то этого не может быть да все войдут 2005 сюда вы приехали представители элиты как-то плохо нарисовал и сказали что вхождение европы россии в европу может быть только по частям 2006 шли какие-то переговоры концу 2006 было объявлено что это все окончательно отделение северного кавказа должно было начать вот это по частям дальше кавказский кризис да и в этот момент элита раскололась вот та элита которая с моей точки зрения и я описал это в книге которые вот-вот выйдет это красная весна больше соотносится не с андроповска цвигуновской частью гб а вот наоборот с ценевской частью своей на контрразведкой всеми этими группами вот эта элита и вот ну скажем консервативная и в этом смысле путинская да она сказала нет вхождение по частям не будет элита пятого управления всего что обычно ассоциируется с вигуном бобковом андроповом собственно и так далее сказала да и ровно тогда начались выступления ракитова о том что страна должна быть маленькая с уютными сортирами что главное в стране хороший сортир тогда же начался разговор вот это нацдемов о том что стран должно быть много русскому народу это выгодно и так даже стругацкий сказал что мы еще победим демократия в россии будет но сначала должна быть проиграна россии какая-то война ну типа хонти пандея было совершенно ясно что это не может быть война с грузией потому что грузия мало что это не может быть война с средней азии потому что средняя азия не полезет сейчас это было только украина война на украине уже была задана в этой матрице дальше кавказский кризис кавказский кризис 2008 года и если бы план медведева саркази был реализован то военные части запада были бы уже на кавказе отделение бы началось лихорадочная абсолютно неожиданная для запада наше признание абхазии южной осетии который не планировалось никаким планом медведева саркази означало что мы перешли рубикон и что вот эта группа переходит от слова нет к действиям все то же самое мюнскинская речь все понятно да это все одно и то же вот здесь значит дальше начался мировой кризис который дал нам паузу а затем началась украинской папе хонти пандея схлестнулись друг с другом есть кривая вот этого вопроса и вот эта цифра каком 20000 5 этот дедлайн было сказано в этот момент целиком не войдете весь план андропова тем самым был сокрушен попытки признания план звезда назовите какого угодно да даешь европа попытки в этот момент сказать что давайте хоть по частям а потом как-нибудь все обдурим голову снова соединимся это все уже был жалкий лепет но реально мы ехали 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 сюда и каждый единик каждая единица машины которую мы создали для этого езды она же вот это гайдаровская и прочая экономика доехала такая бибика она же живая в ней каждая машина это вы едете на таком большом-большом звери и у него одна лапа такая другая такая а спина у него такая хвостик такой и все сделано для вхождения мировую цивилизацию то есть запад было отменено и отменено навсегда казак казалось главное что является собственно говоря параметром суверенитета способность сочи создавать законодательства и стратегии исходя из своей собственной сущности что такое вся машина законодательства вот в этой бибике или на этой черепахи которые ехали на этом звере это берется западный закон переводится на русский язык и этим концептуально стратегическая работа завершается все понимаете и это же только кажется что так легко вместо этого взять и начать писать законы исходя из самих себя а какая нам нужна семья и никто не знает этого даже можно дойти куда угодно там можно и домостроевского написать семью а можно еще какую-нибудь а можно так сказать еще дальше откатиться в прошлое если в советском союзе так сказать нам нужна была советская семья то что такое русская семья вообще непонятно сегодня реально позитивных законов по образованию по всему не пишет никто в лучшем случае тоскуя по советскому союзу потому что там суверенитета было больше она российской империи вообще вспоминать поздно да то уже ушло там нет никаких никаких даже воспоминаний что делать поэтому все вспоминают только советская и мы доиграем все рано или поздно или добьемся как бы для сказать что сказать уже сто процентов населения будет говорить только о советском но это же ничего не будет значить по существу потому что это просто будет диффузная тяга почему-то такому вот из прошлого мы не знаем как самостоятельно жить мы не знаем куда идти все ориентиры потеряны потеряна интеллектуальная группа которая способна прокладывать в будущее какие-то дороги потому что она была не нужна было сказано раз навсегда раз мы входим туда пусть их интеллектуальная группа думают о будущем они мы наконец-то мы можем освободиться от необходимости стратегически моделировать будущее для человечества это их проблема для того чтобы даже собравшись здесь люди или тысячи людей собравшиеся вокруг сути времени превратились к стратегически моделирующую группу нужно поднять образовательный уровень раз 50 потому что занимались этим и как было бы добавить в любой стране мира 30 40 50 максимум 100 человек в советском союзе и практически все эти 100 человек предали все мамардашвили не предал библер не предал баткин не предал что перечислять дальше все но главное это заключается в том что рядом с этой группой находились институты они вы понимаете да как бы они воспроизводились приходила молодежь это сказать было время для того чтобы создавать все эти там чигетские или какие-нибудь еще форумы там чтобы это все время все время перетирать всю эту так сказать абстрактную философскую так сказать мутную так сказать субстанцию из которой в конечном итоге создается способность самим что-то писать любые законы теперь все потеряно легче новый самолет сделать чем это а те кто остались от этого прошлого я же помню я выступал на какой-то программе телевидении не звонил один из таких товарищей то сказать и говорил спасибо тебе спасибо за то что ты все сказал все про это сказал вот игру ты выступи сам скажи быть нет извини пожалуйста я работаю в корпорации чубайса зачем это я буду это говорить а да еще раньше же это было был такой побес гривочек не кузнецов кто-то помнит может и старшего поколения значит он очень бурно отреагировал на мою книгу постперестройка обнялся все и звонил своему другу говорю суши но ведь мы же это сказать на из этих партийных либо ели нам так сказать все все возможности предоставляли мы должны были написать эту книгу постперестройка не кургинян написал кургинян да ну давай мы хотела поддержим на что было отвечено кургиняна сейчас раздавит машина так сказать антикоммунистического переворота а я хочу и дальше писать свои книги почему увидел эту книгу она состоит из так сказать как бы хитросплетение булевой алгебры в которых нет никакой мысли вообще я слава богу могу читать булевом и понимать когда ее пишут для того чтобы пижонить и когда для того чтобы выразить содержание это все ушло теперь посреди этого ушедшего мы ехали сюда советская спортсмена сказала волшебное слово хуньсин нажала на газ круто нова баранку и мы поехали вот сюда как машина не завалилась понять нельзя и мы едем поскольку ехать некуда то едем и вот так сейчас эта система вот так вот вертится вот все эти значит как бы ну выступление примакова там все остальное все это том ну давайте или там с ванидзе давайте станем шарли вдой опять пойдем сюда но поскольку и тут покрутанули потому что было ясно что пути нет то и поскольку пути по-прежнему нет то повернуть машину сюда невозможно и это не вопрос днр и лнр это вопрос крыма а вопрос крыма помимо прочего это вопрос политического лидера страны а вопрос политического лидера станет вопрос политической системы а демонтаж политической системы это глобальная нестабильность внутри они его более нестабильность. Это распад. Поэтому как только начнется разговор о том, что вы сюда повернули, будет ясно, что при этом повороте тут образуется какая-нибудь рыхлая конфедерация непонятного образца. И недолго она просуществует. Значит, поворота этого быть не может. Но и вращение быть не может. А самое главное, что машина-то осталась прежней. Вот господин Греф, являясь руководителем Сбербанка, публично говорит, что будет происходить при цене ниже 45. А он имеет право это говорить? Он же не эксперт. Он руководитель крупнейшего банка. Он что говорит? Он говорит, у нас у банков будут кризисы. А когда банк, обществу говорят, что у банков будут кризисы, что возникает? Кризисы. Так что он делает? Чтобы сбывающийся правил. Но это естественное свойство. Если завтра Аркфеллер выступит и скажет, что там честь Манхэттена и все остальные, ждет неминуемый крах. Все побегут, честь Манхэттена будет крах. Значит, это вот у этой сороконожки там 35-я нога. А здесь есть еще комитет. Это нога, и это нога. И это же, она же вся не может сюда ползти. Значит, процесс делится на фазы. Первая фаза, как вы помните мое выступление, может быть, мы здесь сидящие, наверное, многие помнят, 15 марта, я говорил, элиты считают, что холодной войны не будет, а я предупреждаю, что будет. Помните, да? Значит, говорилось, что холодной войны не будет. Возьмем Крым, а холодной войны не будет, да? Теперь второе. Холодная война есть, но она обратима. Третья наступит в апреле. Будет сказано, холодная война есть, и она необратима, но работать будем с этой же сороконожкой. С этой системой, да? К где-нибудь августу-сентябрю будет сказано, этой системой нельзя работать, и у какой-нибудь сороконожки оторвут там одну лапу, она завоет потом другую лапу и вообще прекратит ползти. Но это не будет означать, что кто-то пересел на какое-то другое существо. И, честно говоря, готового существа, на которое можно пересечь, вообще нет. Его нет. Вот что важно-то. И никто не занят тем, чтобы его лихорадочно делать. А это, между прочим, операция кошмарного масштаба. И в конечном итоге надо определить, куда мы идем. Мы идем в нацизм. Я сейчас отвечу, скажу, какое-то страшное. Если бы Гитлер жил в многонациональной стране и хотел всего того, что он хочет, он бы никогда не сконструировал нацизм. Понимаете? Потому что нацизм сконструировал, вопрос не в том, я его ненавижу, все это знают. Я говорю сейчас по ту сторону чувств. Нацизм сконструирован для мононациональной страны с небольшим привеском враждебного населения-евреев. Для этой системы нацизм может быть сконструирован. Для многонациональной страны вообще работать не может. Гитлер не трогал славян в пределах его же элиты. Кто такой фон Белов? Это Белов? Или это фон Белов? Мы не знаем. Это темна вода. Просто уже давно смешались эти элиты и расковыривать он их не хотел. И между Баварией и Пруссией разборки устраивать он не хотел. У него была мононациональная страна, спаянная Бисмарком. Он хапнул Австрию, объявил ее единым целым и, так сказать, присоединил какие-то еще области. И все. Здесь заведомо многонациональная империя. Какой нацизм? Ну, какой нацизм? Значит, это направление запрещено. Теперь говорится, халифат, это самое, Чингисхан. Ну, вообще, халифат, это же не пустыня, да? Ведь ни верблюдов не хватит. Знаю на чем, на медведях будут ехать. Кто хочет на этих холодных просторах делать какой-то халифат? Какой халифат? Какой Чингисхан? Тюрок здесь процентов 20. Что они здесь будут делать? Они, так сказать, террор по отношению к слоянскому населению будут устраивать? Что это все за бред? Не говоря о том, что говорил, повторяю, для чего было сделано евразийство натурально? Не люблю его, считаю, искусственной конструкцией. Для чего? Как постсоветский вариант ухода от Запада. Ухода от Запада. Запад – это зло. Уходим, поворачиваемся к тюлькам, на восток, идем к ним и с ними дружим. Правильно? Советский. Теперь возникает какая-то идея, что мы будем со всем черным интернационалом дружить. И с Мари Ли Пен будем дружить. Еще какое-то евразийство. Почему оно нео? Потому что оно теперь говорит о том, что все консервативные элиты Запада наши друзья. Ну, так при чем тут евразийство? Евразийство имеет одну основу – лютую антизападность. Запад – чума. Открещиваемся. Значит, это все тоже бред. Куда идем? В Российскую империю? В каком смысле? Ну, в каком смысле? 21 век. Она же почему-то развалилась. Ислам никогда не примет тех условий, которые были в Российской империи. Коммунисты построили очень выгодную конструкцию. Сверху что-то. Оно по сути русское. По форме интернациональное. Это союз нерушимых республик свободных сплотила на веки Великая Русь. Что это такое? Русская по сути, интернациональная по форме. Здесь находятся конфессии и все, что угодно еще. И дальше эти конфессии могут как угодно играть, оставаясь при этом синтегрированными. Как только они выпирают вперед, возникают межконфессиональные конфликты, вы имеете все удовольствие, связанное с конфликтом цивилизации. Кто-нибудь сейчас готов строить русскую цивилизацию? Вот при тех параметрах общества, которые есть, вот прямо с чистого листа, ну это же невозможно. Об этом можно сколько угодно говорить. Значит, нельзя построить. Цивилизация определяется типом религии. Значит, это православная цивилизация. А с исламом что делать? Конфликт цивилизации, да? Значит, не только на Кавказе. Где открывается цивилизационный шов. А еще и в Татарстане. Ну и конец. Значит, единственное, куда это все может идти, это в так или иначе модифицированную советскую сторону. И вопрос сейчас определяется тем, как модифицируется советская сторона. Как? Первое, что надо признать, как давно говорил, что глубочайшее заблуждение Советского Союза и коммунистов заключалось в войне с религией. Все. Зафиксировали это. Покаялись. Сказали, это глубочайшая ошибка. Все происходит. Начали строить синтез. Там, в духе теологии освобождения, чего угодно, между регионами. Выдвинули другую концепцию. Дальше сказали, что нам на сегодняшний день абсолютно не нужно. Это тотальное государствление. Мы хотим государствить назад экспортные отрасли и найдите деньги кормить армию, бюрократию, образование, медицину и ту часть населения, которым это замкнуто. То есть ядро. Ради бога. Вы хотите из ваших ресторанчиков, вы хотите ваших строительных фирм, вы хотите еще угодно, сколько хотите. Мы снимем часть налогов. Отдайте нам это ядро. И мы 10 лет будем возиться с этим ядром. За 10 лет. Если установится отношение, вы проявите лавиальность, и процессы мировые будут одним образом идти. Мы оставим эту периферию. Будет Китай. В улучшенном варианте. Если нет, мы повесем себя жестче. Это уж будет зависеть от мировых процессов. Зачем это предопределять сейчас? Только невидимая рука расставляет приоритеты. Это ложь. В сложных, нелинейных моделях, которые существуют, суборегулирование не происходит. Во все эти путенообразные модели, которые сейчас существуют, исключают этот принцип саморегулирующего существования. Значит, нам нужно восстановить для этого ядра, соответствующие директивно планирующие системы. Кто хочет, находится в госсекторе и работает по его законам. Кто хочет, работает в частном секторе и по его законам. Надо вернуть эту многоукладность. Экономически понятно, культурной и ценностной. Опять-таки понятно, что никогда мы не будем противопоставлять до советский период советскому. Никогда мы не будем заниматься оголделой, апологетикой какого-нибудь из этих периодов. Мы везде будем видеть великое, мы будем переживать везде трагичное, мы будем понимать это трагично, и у нас возникнет вот эта священная история. И, наконец, последнее стратегическое заключается в том, что Россия сейчас должна впервые сказать, что Запад рухнул как субъект развития, что он не может указывать цели человечеству, что он претерпел колоссальную постмодернистскую мутацию, которая фактически превращает его в источник, так сказать, антиразвития и античеловечности, и дегуманизации. Поэтому Россия как альтернативный Запад берет на себя вопрос о цели и полаганиях на уровне мирового развития и берет на себя в мировой симфонии главную роль в том, что и есть ее ноу-хау целостность. А значит, вообще другой тип развития. Тип развития через конфликт всех против всех отменен. Мы не можем дальше идти этим путем. Мы не можем считать, что человек есть константа, а техника вне зависимости от человека растет вперед, потому что это чреват мировых катастроф. Значит, мы должны создать человека доминированное развитие, развитие, в основе которого лежит колоссальная трансформация человека. И мы определяем здесь свое прошлое коммунистическое как раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке, что есть восхождение для религиозного человека. Все! Мы больше ничего оттуда не берем, нам этого достаточно. И здесь наши собственные ориентиры, здесь наша симфония, здесь наша соборность и все остальное. И мы предлагаем человечеству этот путь. Не хочет, пожалуйста, мы сами идем с теми, кто хочет. Как только эта машина куда-то двинется, и ничего тут не надо, так сказать, заливать улицы кровью, менять, так сказать, все, шиворот на выворот. Как только эта машина куда-то двинется, само это движение дальше будет подсказывать все коррективы. Нам нужно высокоточное оружие, потому что через 10 лет все наши ядерные оружия ничего не будет стоить в условиях отсутствия высокоточного оружия. Нас уничтожат раньше, чем мы пыркнемся с нашими стратегическими ракетами. Нам нужны соответствующие приоритеты, потому что мы не можем дальше полагаться таким образом на, так сказать, экстенсивный путь, каким полагались. У нас просто нет населения для того, чтобы опять пахать на женщинах или на коровах, распахивать всю заросшую землю. Нам нужны постиндустриальные аграрные технологии, нам нужны постиндустриальные технологии вообще. Нам нужно научиться малым количеством людей осваивать большие территории. Мало ли у нас проблем в 21 веке. Мы каждую из них будем решать сами. У нас будет мощный госсектор, у нас будет вот такая поселенческая, так сказать, общинная, суперпродвинутая вперед система, в которой будут жить те люди, которые хотят делать постиндустриальное завтра. У нас будет рыночный арьергард, и мы будем двигаться как единое целое с этим рыночным арьергардом, с основным телом государственным и с этим постиндустриально общинным телом. Я хочу сказать одно, что вот этот волчок не может длиться больше, чем еще шесть месяцев. Либо его поволокут назад, и здесь будет полный конец, либо он начнет разваливаться здесь, либо он дернется в направлении, которое не просто не отвечает нашим ценностям, да бог бы с ним, а в таком направлении, в котором немедленно все взорвется. В считанные месяцы. В считанные месяцы. Что мы в принципе имеем сейчас в качестве основополагающей политической ситуации в стране? Мы имели, как и имели, элиту, которая на 95% мощнейшая является антисоветской, и население, которое на 95% становится диффузно советским, неосоветским, протосоветским, парасоветским, но советским. Любой выборный процесс означает, что это нельзя не учитывать и не ставить во главу угла. Все. Это состоялось. Ресоветизация произошла. В значительной степени мы помогали ею в передачах суд времени и исторический процесс, но она состоялась даже чуть раньше совокупными усилиями очень многих людей. Окончательно она оформилась на этих телевизионных передачах, когда все стало понятно. Мы имеем ресоветизированную страну с точки зрения общества. Либо диктатура какого-то меньшинства над этим ресоветизированным большинством, но тогда эта диктатура не может существовать в условиях когда еще у нас антизапад. Тогда это должна быть диктатура прозападная. Она может быть белой и какой угодно, антизападной не может быть. Либо неосоветская демократия на основе которой и неосоветская мобилизация. И на все это отведено времени вот уже не три года как я говорил, а шесть месяцев. в противном случае произойдет самое тяжелое из того, что есть. А самое тяжелое из того, что есть. Это не доллары и ничто, это вот это окружение, этот кубарь. И попытка, что можно дальше на этой сороконожке ехать в прямо противоположном направлении. нельзя. Что произошло с Лесином? Одним из крупных так сказать чиновников и операторов телевизионного рынка. Он сам ушел. И это одна из первых ножек у сороконожки, которая отвалилась. И пошла своим путем назад, туда. Потом будут отваливаться другие ножки и части тела. И окажется, что сороконожка недвижима. И все. Значит, надо быстро сооружать то, на что можно сесть. Вся инициатива находится в руках у власти. И вопрос сейчас не в том, чтобы, так сказать, ставить какие-то условия, что-то диктовать. Вопрос в такой стратегически спокойной паузе. И в том, чтобы на уровне этой паузы осознать. Невероятная неблагополучие ситуации. Невероятная опасность того, что весь этот Запад вместе, как бы он ни был разложен, капризен, изнежен, он, как поздний Рим, собрался против нас. И что мы при этом находимся вот в этом вот кубаре. То есть в состоянии фактической стратегической неопределенности. И эта неопределенность страшнее, чем что бы то ни было. определиться быстрее, определиться разумно, определиться понимая, что все направления альтернативного движения из этой точки перфоркации, они являются тупиковыми. Вот это надо убеждать спокойно, корректно, разоблачая подозрение в том, что это наш согласной выбор, что это нам так нравится, поэтому мы эту модель рисуем. это не потому, что нам так нравится, это потому, что так состоялось, это потому, что фактически 95% населения вот-вот будут ресоветизированы, это потому, что никто ни о чем не говорит, кроме в иных выражениях, кроме а ведь Советский Союз это было так хорошо, что говорит комитиноземцев, ну Советский Союз это была великая страна, а теперь что они чатся это повторить, это же нельзя повторить, мы различаем, что можно повторить, и никогда ничто нельзя повторять один к одному, потому, что та конструкция развалилась, она была великой, она дала огромные достижения, к ней есть только один вопрос, она развалилась, нельзя повторять конструкцию, которая развалилась, значит, эта конструкция должна брать лучшее оттуда, вносить коррективы на 21 век, видеть, что именно было ошибочным принципиально, и дальше, так сказать, двигаться форсированно вперед, желательно с минимальными конфликтами по отношению ко всем окружающим, потому, что там слишком долго надо заниматься собой, вот к чему надо быть готовым, и что надо все время продвигать в течение всего этого года, спокойно, разумно, корректно, и без всякого выпячивания чего-то там, что вот, мы и есть тут самые лучшие, не мы есть самые лучшие, есть объективная реальность, и эту объективную реальность всем придется осознать в качестве таковой, и вопрос тут не в том, кто любит эту реальность ценностно, а вопрос в том, кто любит Россию, потому что никакой альтернативы этому движению просто нет, нет, и все, я считаю, что рано или поздно это должна понять церковь, и она движется в эту сторону, по крайней мере, своей частью, рано или поздно это должны понять все конфессии страны, рано или поздно должны понять меняемые националистические силы, а после этого уже вопрос будет в том, как осуществить большую сборку, назначая ее сроком 22 июня 2015 года, вот все, что можно здесь сейчас сказать по итогам и перспективам, итогам прошедшего года и перспективам будущего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ